За актерское мастерство, ну, наверное, Соболеву, Соболев. Ну, сейчас много кто-то говорит о том, что он там очень красиво падает, мачеха, поэтому. Юра Жиркович, нет? Мне кажется, у него что-то есть такое, если посмотреть. Неожиданно, конечно, это, но, мне кажется, так, если посмотреть, если его загримировать, приодеть, мне кажется, что-то могло быть, картинка красивая. Драматическое. Мне кажется, такую романтическую, драматическую могло Далер Кузяев сыграть. Мне кажется, он такой романтик в душе. Ну, слушай, мне так кажется, что-то. Ну, пусть будет Федя Кудряшов из-за своей внешности, такой брутальный, можно сказать, этот стетхом на минималках. Потом Соболев-Лунев могли бы сняться в каких-нибудь «Кошмар» на улице Вязова. Вместо Фредди Крюгера спокойненько эти два парня могли бы. Кто еще у нас смог? Юрий Жирков, я думаю, мог бы, Валентинович мог бы спокойно, Юрий Валентинович мог бы какой-нибудь там «Панфиловца» сыграть бы прямо в окопах, бросающегося на танки немецкие. Я думаю, ему было бы это интересно точно. Ну, у Дзюба очень хорошо получается шутить и рассказывать какие-то очень смешные истории. Я, мне кажется, сказал бы, что Артем, потому что, ну, очень много от него шуток и смешных, поэтому, наверное, да, тут один ответ. Дзюба, также Дзюба, вот. Больше я не знаю, если честно. Он самый такой, кто шутит в команде. О, ну, наверное, тоже он. Он про себя уже говорить, наверное, неловко будет уже этот, но кто еще, кто еще, кто еще, кто еще? Ну, пусть будет, кто у нас может. Лунев, он забавный, да, он забавный. Может оклепить, что-нибудь рассказывать. Наверное, Лунев. Антон Шонин. Недавно у нас бывал, тут одно мероприятие, ты знаешь. Мне кажется, ему, как бы, так, во-первых, у него очень такая, ну, фигура модельная, высокий, симпатичный, статный. Поэтому сто процентов для него прям есть чем, будет чем заняться после завершения карьеры. Ну, Кутеп, кстати, с красивой причесочкой. Может, он высокий, кстати, поэтому назову его. Ну, вот я видел фотки с последней фотосессии, в которой мы фоткались. В принципе, ну, вот, Антон Шунин и Федя Кабляшов. Прям вот, мне кажется, не то, что их стихия, но смотрится прям очень так, как будто реально что-то модельное заканчивали. Так, ну, мне кажется, Джика мог стать. Такой бородато-брутальный. Потом Федя Кудряшов по-любому за счет своих этих губостик. Красавчик какой-нибудь должен быть, да? Такой высокий какой-нибудь. Роман Уистеттер, например, я думаю. Мог бы стать. Вот он. Слушай, ну, по-любому дзага. Я даже видел, он танцует один раз. В Бразилии на Чемпионате мира, если помнишь, там он капоэру исполнил, дал челлендж. Мне кажется, такой экспрессивный парень, эмоциональный. Ну, смогли бы, я думаю. Не знаю, умеет, не умеет народные танцы. Ну, я умею. Вот. Так что, ну, давайте отвечу, что я. Костя Рауш. Точно. Он хорошо танцует. Он показывал нам в секрете, но показывал, хорошо танцует. Кстати, этот момент вспоминается Беляев, когда он вальс, что ли, танцевал. Беляев пусть будет. Честно, я бы хотел, я всегда хотел научиться хорошо танцевать, поэтому, ну, скажу себя. Мне нравится, как танцует Крис Браун какой-нибудь. Что-нибудь такое. Кузяй, мне кажется. Он такое движение делает на футбольном поле. Я думаю, он спокойно мог танцевать какой-нибудь. Не знаешь, где у него позвонок, где-то раз-раз там. Кутепов, я думаю, или начитанный, постоянно читает. Вот. И я думаю, вполне возможно, что он смог бы. И думаю, у него неплохо получалось бы. Марио Фернандес по русскому языку. Блин, может, тоже тот же Федя Кудряшов, мне кажется, он такой вдумчивый парень. Не знаю, насколько у него педагогический талант, но там главное, чтобы терпение было, подходит. Ну, его назову, не знаю, почему так вот мне в голову пришло. Ну, наверное, Юрий Жирков. Ну, он много знает и уже опытный такой боец. Может быть, Рома Зоб? Мне кажется, вот у него что-то было бы такое. Вот русская литература, может быть. Что-то представляю. По возрасту Юрий Валентинович. Вот прям и директором, и завучем, и учителем. Кто еще? Юрий Валентинович точно. Габулов в свое время сто процентов. Мог бы строгий учитель быть. Слушай, вот мне всегда нравилось, честно скажу, как одевается Александр Самедов. Я не знаю, эксперт, не эксперт, но вот по стилю у меня всегда к нему вопросов не было. Кстати, вчера я его встретил на игре, опять выглядит. Я ему всегда говорю, поэтому его назову. Пусть будет Артон Мирончук. Мне, наверное, будет приятно. Он же там борется вроде за кто модный. Пусть будет Тоха Мирончук с Лехой. Тоха и Леха пусть вдвоем. Ну, братья Мирончуки, наверное, и Федя Смолов. Я думаю, они самые такие модные у нас пацаны. Кстати, Шунин. Стильный. Тоже такой, такой строго все. Я бы сказал себя. Не знаю, мне нравится хорошо и модно одеваться. Поэтому, ну, я стараюсь следить так, в принципе, немного за этим. Поэтому я бы назвал себя. Кого в помощники взял? В помощники брата. В помощники брата. Брата, да. Пусть певцом стал бы… Марио Фернандес. Пусть поет. Марио Фернандес. Пусть поет. Певец такой. Тихий такой певец. Под свои песенки. Джики. Сто процентов. Прекрасный голос. Сто процентов. Хочешь, чтобы я назвал себя, да? Ну, ладно уж, тебя бы назову себя, хорошо. Раз слышал где-то… Могу этот… Зоба пел где-то. Ему не надо певцом быть. Где-то в каком-то материале видел. Могу сказать, кому не надо. А вот кому надо, можно… Просто не знаю, честно. Надо в коробки сходить как-то команда. Это домой стране. Может быть, Дэн Черешев. Мне кажется, у него есть что-то такое вот… Еще и… Испанское, плюс такое вот что-то. Мне кажется, почему-то я вижу его вот… На сцене, в принципе, с микрофоном. Танцующим, поющим, да? Что-то такое. В принципе, я думаю, Эдуард Николаевич мог бы… Не знаю, быть политиком, потому что… Ну, вот у него что-то есть, наверное, такое вот… Уметь правильно… Что-то… Правильно высказаться, мне кажется. Как-то… За свое… Ну, вот… За свое как-то постоять. Может быть, что-то такое, да. Наверное, я скажу его. Политиком Железного Магомед Аздоев. Прям вот… Вот кто вот прям… Прям политиканище был бы прям… Король политики, вот. И вообще нужно присмотреться к этому парню. Магомед Аздоев. Мага вообще легендарный. Вот в том плане. Даже если мы между нами шуточка такая… Магомед знает все, но не все точно. Поэтому Магомед… Прям вот… Политик. Станислав Саламович Черчесов. Потому что он самый… Я думаю… Опытный. Поживший. И сейчас, я думаю, он сможет. Ну, Станислав Саламович пусть будет. Можно его назвать. Какие у него качества для политика? Он очень строгий. Он очень строгий. С конкретикой. С… Ну, да. С… Чисто вот такой вот… Со стержнем, можно сказать, с таким вот. Я думаю, это помогло бы. Ну, тоже у кого есть, да, речи тоже, наверное. Я думаю, Дзюба тоже бы смог стать политикой хорошим. Ну, может, Дзюба опять назову. Вообще, я вот после чемпионата мира, у меня для него какие-то качества такие раскрылись. Он такой мог бы быть. Таким… Каким-то бизнес-коучем, там, политиком. Не знаю, помнишь? Он там перед игрой такие, на самом деле, мне кажется, очень правильные слова находил какие-то там, что-то подбадривал, подсказывал. Так что, Дзюбиня, ждем тебя во власть со временем.